Россия и Пакистан готовятся к старту нового газового проекта. Соответствующее двустороннее соглашение уже подписано. Пакистанский поток, а именно такое название утвердили стороны, поможет укрепить энергетическую безопасность Пакистана. Газовая артерия протяжённостью 1100 километров с пропускной способностью до 12,4 миллиарда кубических метров в год должна связать южный терминал в портовом городе Карачи, куда поступает СПГ от ближневосточных экспортеров с городом Лахором на севере страны. Пакистану нужен газ, и именно газ сжиженный, потому что трубопроводные проекты из Ирана и из Туркменистана в силу сложных обстоятельств с Ираном, в силу Казахстанской войны в Афганистане, быть реализованы до сих пор не могут. А соответственно тот газ, который будет приходить в Пакистан сжиженом, будет вполне адекватным решением для этой страны. Для российской же страны пакистанский поток носит как коммерческий, так и стратегический характер. Посредством газопровода Москва планирует перенаправить часть объёмов ближневосточного СПГ, поступающего в Европу, на пакистанский рынок. Это позволит снизить долю крупных производителей сжиженного газа на рынке ЕС, образующийся дефицит на рынке Европы. Москва планирует заполнить своим голубым топливом. Для России здесь выгода получается как для подрядчика, по сути, строительства этого газопровода. То есть мы создаём инфраструктуру, которая не привязана в обязательной мере к российским поставкам. Но тем не менее для России это выгодно. Во-первых, российские компании получат от этого финансовые средства, то есть им заплатят за этот проект, за строительство его. Во-вторых, Россия таким образом поспособствует увеличению рынков сбыта газа в принципе. Хотя в Пакистан, скорее всего, придут ближневосточные поставки. Стоит отметить, что «Пакистанский поток» – это переименованный проект от 2015 года, который тогда именовался «Север-Юг». В тот период Россия и Пакистан не смогли договориться по тарифным ставкам, и проект был заморожен. Сейчас же острый дефицит энергоресурсов в Пакистане и заинтересованность Москвы в перекраивании глобального рынка СПГ вынудила стороны найти компромисс. Фуат Байрамов, CBC Фуат Байрамов, CBC